Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня четверг, 18 февраля. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем обсуждать международную политику. Итак, сегодня я хотела бы продолжить тему турбулентности в отношениях между Россией и Советом Европы. Совет Европы, старейшая международная организация на европейском континенте, 47 стран, она была учреждена в 49 году после Второй мировой войны, но Россия смогла вступить значительно позже, только после крушения Советского Союза, уже в 96-м. Тогда это было грандиозное событие и для России, и для Европы это воспринималось с колоссальным воодушевлением, как возвращение россиян в европейскую семью народов. Сегодня, конечно, энтузиазма и оптимизма убавилось в разы, особенно такой оптимизм убавляется после заявлений, подобных тому, которые сегодня сделал Дмитрий Песков. А он сказал, что Россия не собирается выполнять решение Страсбургского суда по правам человека по делу Навального, он назвал это решение политически ангажированным и даже вмешательством во внутренние дела России. Конечно, это большой шок для европейцев. Это не уникальная ситуация, когда в стране решение судей встречается с непониманием, но, тем не менее, именно поэтому и существует Европейский суд по правам человека, потому что эти судьи наиболее объективно оценивают ситуацию с точки зрения прав человека. То есть для них основной компас это права человека, а не политическая конъюнктура внутри страны. Поэтому это не первый раз и, видимо, не последний раз, когда в странах политическая конъюнктура расценивает ситуацию иначе, но, тем не менее, в отличие от России, все остальные страны неукоснительно соблюдают решение, выполняют решение Страсбургского суда. В России же, напротив, все бросились обсуждать перспективы выхода из Совета Европы, и поэтому возникает вопрос, насколько это серьезно. Я считаю, что нет. Я считаю, что это политическая жестикуляция, потому что это было бы полным безумием отказаться от такой международной площадки, от такой возможности инвестировать во влияние, продвигать российские интересы всего-навсего из-за дела Навального и его сторонников. Поэтому я считаю, что все-таки разум возобладает, и интересные перспективы членства в этой организации тоже. Поэтому я думаю, что Россия, конечно, не выйдет из Совета Европы и предпочтет отпустить Навального на волю, так же, как его сторонников. Тем более, что на самом деле Россию и Европу связывают очень тесные связи. Если вы посмотрите на того же Дмитрия Пескова, лицо современного российского чиновничества, он вырастил дочь француженкой, она живет в Париже, она любит Францию больше России. И, скажем, она проходила стаж не в Думе, а в Европарламенте у французского депутата, потому что французский язык ей ближе и дороже, чем русский. И, в общем-то, и сам Песков то же самое. Он даже не нашел достойного места в России, самой большой стране мира, чтобы провести свадебное путешествие. Он отправился со своей молодой женой в Италию, в страну НАТО, в страну, которая соблюдает, скажем так, если не инициирует, соблюдает режим санкций против России. И, несмотря ни на это все, Песков счастливо туда отправился путешествовать. Поэтому я считаю, что, конечно, Россию и Европу связывают очень сильные человеческие связи, отношения, которые невозможно разорвать. Я думаю, что Россия будет дорожить местом в Совете Европы. И это не более, чем политическая жестикуляция. Для того, чтобы порвать Советом Европы, нужен совершенно другой настрой людей. Скажем, американцы совершенно иначе организуют свою политическую жизнь, чем россияне, чем в России. Это происходит сейчас, скажем. Даже в времена Джеки Кеннеди они обсуждали, насколько это этично, скажем, когда первая леди отдыхает за границей. И сенаторам в США очень не понравилось, когда Джеки Кеннеди отправилась путешествовать по Средиземному морю. Они сказали, что первая леди, конечно, должна отдыхать исключительно в своей стране. И с той поры даже были неоднократно заказаны исследования на тему, где должны отдыхать американские президенты, где должны отдыхать американские сенаторы. И вы не встретите такой ситуации, когда политики или чиновники ставят какую-то другую страну или Европу выше своей. То есть у них нет преклонения перед Европой. Российское чиновничество живет в состоянии такого преклонения перед Европой, что я не думаю, что в принципе это возможно, чтобы они порвали с Европой прежде всего, потому что это противоречит их состоянию душ. И вообще даже Матвиенко решила, что это слишком жестоко не разрешать чиновникам иметь собственность за рубежом. Ну, в первую очередь, конечно, в Европе, потому что не в Китае же и не в Африке, и не в США, потому что это слишком далеко, а Европа близко, всего несколько часов полета. И вы уже можете сидеть где-то на террасе со своим ребенком, который там живет и учится. То есть вот если на Западе речь идет о компрадорской буржуазии, то в России можно сказать, что это компрадорское чиновничество, потому что они целиком и полностью, конечно, ориентированы на свою метрополию. Их метрополия это Европа, а Россия для них всего-навсего добыча, как говорят сейчас, это колониальная администрация, которая просто выкачивает деньги из России для того, чтобы обустраивать жизнь своих родных, близких в Европе и, возможно, также провести там третью часть своей жизни. Именно поэтому я думаю, что материя вторична, а мечты первичны, именно поэтому я думаю, что, конечно, Россия не порвет с Европой и не порвет с Советом Европы. Я думаю, что эта политическая жестикуляция закончится исключительно в пользу Алексея Навального, не потому что чиновничество или власть имущие его очень любят, или они его простили, а потому что им Европа намного дороже, чем Россия. Таков мой взгляд, мне интересно ваше мнение, я буду ждать ваших комментариев.